Мы в прямом эфире, сектор номер 5. Команда NK Carp, Геннадий, Стасик и Дима. Ну, мы видим тут пол Стасика, но... Неважно, кого мы видим, важен результат. Что рассказывать? Вроде бы сектор хороший. Да, тут никогда соревнования не проводилось. Вроде бы пляж неплохой. То есть он когда-то показывал неплохие результаты. Стас очень хорошо знает это место, но он лобил больше с той стороны. А с этой стороны, ну мы отмаркирились, делали карту. Нашли полоску Старого Берега. То есть там были камешки, потом полоса песка. Это на расстоянии где-то 95-107-108 метров. Чистая полоска песка, начали оттуда ловить со старта. С пылашками успели поймать три рыбки. Был небольшой ветерок. Вроде бы все хорошо пошло, как и планировали. Вот. Ну, 125 метров, не так далеко. Ну, а выглядит серьезно. Вот. Это основное пятно. Там мы пробрасываем периодически немножко дальше. А ловим, вот, сейчас уже ловим. Одна палка 160, 154 и 150. Ну, по крайней мере, все рыбы оттуда. Вчера здесь приезжали завозчики. И стояли там левее. Они завозили на 200 метров, 195 у них стоял маркер. И они взяли с завоза три рыбы. Завоза. Ну, и мы как-то в какой-то момент так, по этому ориентирую немножко перестроились, перенастроились и стали ловить дальше. Вроде появились поклевки. Всего сколько у нас? Семь рыб, по-моему, если я правильно помню. В таблице из того, что влезло. Из того, что влезло в таблицу? И где-то еще столько же не влезло. То есть, такие пограничники на грани. Что-то крупного не было. Ну, вроде этот пляж как бы славится крупной рыбой. Ну, может быть, еще рано для крупной рыбы. Может быть, ближе к весне. Он мелкий довольно. То есть, у нас там вот на глубине, на дистанции, скажем, 150 метров, всего 4,5 метра глубины. Вот. Ну, это относительно... Для февраля, марта, может быть, это от хорошей глубины. Но сейчас, по такому стилю, который практически всю неделю, за исключением вчера был ветерок. Сегодня днем тоже был ветерок. Вчера был юго-западный, сегодня юго-восточный. Вот когда ветерок, вроде... Ну, вот, что-то там еще как-то проклевывается. Вот. Прошлая ночь была неплохая. Там каждый час бегали были поклевки. Вот. Что-то брали. Ну, опять же, из того, что мы брали, один в лес только. Все остальные мимо. Такие на грани все пограничники. Вот. Ну, сходов мало было. Зацепов нет, но одну рыбу потеряли, он ушел туда вправо сильно, за кусты ночью, в темноте. И был еще один обрез такой тоже, или ракушка, или какой-то камешек. Но все дно каменистое. Вот единственное место чистое, где-то, ну, плюс-минус 100 метров, это старый пляж, старый берег, где вода была раньше. Вот там вытоптана вот такая вот полосочка пляжа. Периодически какие-то кострища, там старые камни крупные. Ну, в основном чисто, в принципе, нормально. Ну, мы стояли чуть правее, мы отодвинулись от кустов. Все, все отлично. Все работает, мы знаем, что где, мы знаем, как у нас все записано, карта нарисована, но нет рыбы. Нет рыбы, она не заходит. Ночью был заход, и где-то после обеда, но опять же, по ветру. По такой погоде, по стилю, ну, не знаю. То есть у вас только когда ветер начинается? Если есть ветерок, да, есть поклевки. Есть поклевки ночью, может быть, опять. Прошлой ночью было, этой ночью, не знаю, посмотрим. У вас нету конкретного, там, что вот только дневная рыба, или только вечерняя? Нет, у нас были проходы утренние, то есть они есть. Мы успеваем там что-то зацепить. Есть дневной проход где-то после обеденной, там, в районе двух. Есть вечерний проход. И, ну, вот ночью, например, вот прошлая ночь была очень, как бы, результативная. Там каждый час почти были поклевки. Ну, он тупо разлежал, от того союзывался постоянно. Усача нет вообще ни одного. Самый было два, и все, в первый день. И тоже нет. Странно, а у вас тут выбиваетесь? Мы выбиваемся, да, из общего этого. Вот, ну и карп, опять же, скажем, у нас, мы с семью рыбами, там, не знаю, на каком, на 12-ом, 13-ом месте, условно, да. А команда с теми же семью рыбами, там, на 6-ом, на 5-ом. Ну, тоже средний вес. Средний вес, да, очень. Ну, сейчас вот эти взяли, по-моему... Ну, в основном цинбарь, цинбарь был. Хотя, очень, как бы, было очень ожидаемо, что этот пляж должен будет тебе показать. Ну, все на это очень надеялись, учитывая, что мы здесь никогда не были. Тут это и было, как бы, ставку делали на то, что пляж... Ты, что ли, ближе стал кормить? Да, да, да. Почему? Решено. Что там? Не ближе, а на старую вернуть. Видишь, какое перемещение? Да, дали им разрешение, сдвинуться вправо, потому что... А, у них зацепы там. Там у них вообще... Ну, дело в том, что изначально, сколько я понимаю, немножко неправильно вообще разбили. Сейчас закрываем. Сашка что-то тут лоханулся. Надо было их немножко... Они ближе к будке должны были стоять. Право сблинули. А получилось почему-то загонал в самый угол. В принципе, они могли увидеть свою ошибку давно, сразу, заранее. Могли отодвинуться. Они, послушай, они увидели свою ошибку. Дальше вот. Они законопослушная команда, которую посадили в зону, как на чемпионате. Нет, нет, у них была возможность чуть-чуть подвинуться, можно было. Заходил к ним в сектор, и от ленточки до расхода шел уже 15-20 метров. Когда была ленточка... А, я понял тебя. Я заходил к ним в сектору. Я дала поставить притык к клеймке, да, я понимаю. Стаса, почему вы поменяли дистанцию? Я хочу закрыть вас, не хотят на место. Господи, нам надо... Народ, вы если смотрите, вы хотя бы хоть слышите что-то, хоть лайки какие-то ставьте, а то что-то не видно никакой реакции. А нас смотрят вообще люди? Да, нас смотрят 12 человек. Ого! Я вот, я тебе скажу... В 12 человек? Да, о, нас слышат, лайки пошли, но хорошо. Вот. Вот так вот делается. Просто подписываться не забывайте. Да, я когда делаю стримы из арабских команд. Один, два, просмотра. А, ну окей, не понимают, да? Ну, потому что русские, как бы, заходят, смотрят, их я непонятно выходит. В общем, ну, не знаю, вот, по моему опыту и по всем этим предыдущим годам, последние несколько лет очень снизился средний вес, очень сильно. Ну, за нереста? Ну, потому что было пару лет хорошего нереста, да, и вот эти рыбки сейчас... Мелочь, она просто не дает большому карпу подойти, она толпой накидывается на твою прикормку и хавает ее. Не, ну, это хорошо. Смотри, когда она есть, то она себя проявляет. То есть палка, если бы здесь была рыба, были бы поклевки. Ну, поклевок нет. Не потому что мы не знаем, где она. Мы, у нас покрыты все дистанции от 90 до до 160. Все, что можно, мы покрываем. И все отмаркировано. Единственное, что, ну, не знаю, как, на мой взгляд, только погода нам мешает. Вот такая. Вы не слышали, а, это был не эфир. Я когда был у Карасиков, когда вчера там приезжал журналист, Сарец, Так, сказал Сашка, с секторами определились. Осталось определиться с погодой. То есть, давай, да, то есть, окей, мы можем сделать все, что мы можем сделать, поставить шикарнейшие сестра. Кстати, интересно, вот по таблице очень интересно. А потом погода вот такая будет, и все это коту подходит. Ну, вот смотри, например, у братьев, да, у Вилсонов. У них тоже 7 рыб. Но, у них средний, да, покрупнее средний вес. По 13, по 12. То есть, по количеству рыб, в принципе, можно конкурировать с любой командой. По поклевкам. А по весу? А по весу, ну, к сожалению, от нас тут мало чего может быть зависеть. Вот, и вблизи, и издалека, и большие крючки, и маленькие крючки. И все, что ты, поднимаем и опускаем. Средний вес сложно регулировать, если рыба крупная не заходит. Не, ну, я говорю, что вы делаете то, что вы можете сделать. То, что в человеческих силах. То, что в наших силах, мы делаем. То, что не атлас зависит тут. То, что там какие-то ошибки, ну, возможно, может быть, я не знаю, что может быть, какие ошибки. Вы достаточно опытная команда. Вон, вон, там, товарищ чемпион стоит. У нас, по-моему, в каждую, в все команды кто-то... В каждом секре по чемпиону. Кто-то когда-то был чемпионом, да. Да, в каждом секре по чемпиону, точно. Распределение чемпионов по секунду. Чемпион на чемпионе. За 15 лет чемпионов насобиралось столько, что... Ха-ха-ха-ха. Кубок чемпионов. Кстати, да. У нас, правда, появились новые команды. Тот же Маджиль Шамс. Да у меня такое ощущение, что скоро Маджиль Шамс весь здесь будет. А ты, наверное, не слушал последний мой эфир за Тавайс Хермонт. Он сказал... Гляд, я скажу, в чем разница между интервью с нашими ребятами и интервью с арабскими? Наши ребята рассказывают, действительно, сектор, как там тяжело, то эти... Вы должны попробовать себя. Только соревнования вам покажут, насколько вы знаете это. То есть, давайте все на соревнования. По-разному преподносят, да. То есть, они это все типа... Это хавая, алло, юман. Вы должны... Ну, для них это в новинку все, я понимаю. Он говорит, я 15 лет ловлю карпа. Но для меня, то, что я сейчас испытываю, я такого никогда не испытывал. Я, конечно, в такую задницу, когда загнали не испытывал. Ну, понятное дело. Ты такую в жизни для тебя не выберешь. Когда пойдешь ловить рыбу. Ну, да. Ты идешь ловить рыбу, ты выбираешь самый лучший сектор, который у тебя есть. Время, когда тебе удобно. Если туда возможность, есть возможность встать вообще. Сегодня вообще, я так понимаю, что попасть в нормальный сектор очень сложно. То есть... Ну, вода уходит потихоньку. Ну, уходит, но она придет. Никуда не... Да, ну, уже не будет такого, как было, скажем... Ну, в прошлом году дождливый был, ну, февраль. Очень. Ну, вместо сноптики говорят, что не будет такого дождливого. Ну, значит, сейчас лет 10 он будет опять падать. Как это может быть? До того уровня, да. И потом опять будет какой-нибудь сезон, что опять зальет его уровень поднимет. Это где-то между 6 и 10 годами. Сколько в те же 12 или больше? Нет, там было уже и 21 был. Как-бы заходят, выходят некоторые. Если заходят, которые давка евридоязычные, они ничего не понимают по-русски, и они выходят. Все нормально. Вот. Так что, ну, в принципе, сектор, как бы, вполне соответствует ожиданиям нормальных спортсменов. Вот. Камешки, да, ну, тут как бы мы даже в какой-то момент сократили передвижение по сектору, потому что с такой глубиной, с таким штилем. Ну, смотри, если ночью у тебя лодка 2-3 километра, они там в лодке разговаривают, и мы их слышим. Ну, так вполне возможно, что если мы тут ходим, то нас тоже слышат. Да, да. А, кстати, я вот как раз этот корреспондент, который был там, может... А в воде звук передается намного сильнее, чем... Он сильно удивился, когда мы слышали, что рыба из воды может видеть рыбака на берегу, в принципе, в чтиль. Ну, смотря на какой дистанции, да? Ну, да, ну, потому что преломления, как бы, яркие пятны. Ну, по крайней мере, слышать так точно. Ну, вот смотри, мы приехали, мы начали ловить с 90 метров, успели поймать несколько рыб, и все. И она ушла. Она больше на этой дистанции не появлялась. Мы простояли двое суток, пытались оттуда тоже что-то поймать. То есть, одна из дистанций оставили ее, потому что там явно читалось все по карте. Есть карта могу показать. Кстати, ты же читал в новостях, нет или не читал? Что? В сануке было в Зимитресене. А, да, было в Зимитресене. Не у нас, она была в районе Крита и Турции, но там было 7 баллов. И как бы тут хайпа написала вся, что вся хайпа чувствовала. А, да? Да. Я во время турниров стараюсь по новостям вообще не лазить. Не, я смотрел погоду, меня это интересовало. Но эта новость, она как бы вместе с погодой как-то вылезла. Я уже посмотрел. Может быть, может быть. Что это тоже могло дать какую-то... То есть, нас еще обманули, нам там дождички со вторника обещали, и мы так надеялись, что будет какое-то изменение погоды. Сейчас я смотрю, да. А сейчас как раз, когда надо будет собираться, по-мокрому уже. Ну, в принципе, тут четко узнают, мы пока в борьбе, мы не сдаемся. Да куда? Нет, вам нельзя сдаваться. Хочешь найди, найди. То есть, в принципе, 40 килограмм за сутки, это вполне себе реально. То есть, ничего такого особенного. Даже по килограмму. Вообще-то, как это происходило сейчас, когда я был у Бинго, там у них в этой зоне, когда судьи не могли уйти, когда в итоге Майя просто сказал, дети, вы нахрен. Мы больше не будем взвешивать рыбу. Мы отсюда никогда не уйдем. Потому что, как бы... Бинго вышли на первое место и стали, да? Или сейчас продолжают. Они просто... Смотри, судьи взвесили у них 9 рыб. Угу. Всего? И ушли. Да, при мне это было. Они ушли. После этого они взяли 10-ую. И после этого я пошел к этим... к... 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 к Херману. И... я продолжал слышать поклевки. Ну... в той стороне Бинго. Ну, чем были такие популярные очень места? То есть, там у них как бы... Клевки. Вайлды приостановились. Вайлды приостановились немножко. И они встанут завтра. И они завтра тоже встанут. Ты мяча, Дубинго? Да. Все встанут, мы будем ловить. Ну, тебя не видно, только слышно было. Ну, это я. Те, кто слышал, это был Старс. Все встанут, мы будем ловить. Ладно, пойду я с соседем, потому что... Как бы я у меня был... Клевки еще не был? Нет, я просто тут... С пляжем разбирался. За вас плоти. А, окей. Просто, чтобы я как бы был в плане еще Омну, но я смотрю на солнце и понимаю, что... Ну, а сколько времени еще есть у тебя? В 40 минут будет темно. Если ты хочешь, ребята, снять, тебе нужно... Чуть меньше часа. Я не успею, потому что у меня и фонарик. Только соседи ты успеешь по времени. Соседи я успею. А ладно, в хамчике Омну я ставлю уже на завтра. Потому что как бы, ну, извините. Меня тут всякие отрывают. Нету, и выходов не было вообще. Вообще ни одного выхода. Вот мы не видели... А вот на Ценбуре как раз да. Со старта ни одного выхода. Нет, вот сейчас Дима увидел первый выход, сразу под выход. И то я думаю, что это была птица. Нет, нет, нет. Я тоже видел выход. Первый выход сразу меняемся под выход. То есть уже как бы, ну... Опыт, я понял. Визуально, то есть он начал... Ну, я не знаю, я вот сижу, смотрю, я не видел никакого выхода. Ну, ты в камеру смотрел, а мы стояли, кормились, увидели у него под спомба выходы. И поэтому свинили дистанцию. А, и еще в первую ночь у нас тут сеть поставили. Да, вот прям... Вот прямо от кустов, отсюда и туда до тех кустов. Весь залив перегородки. Но я вам скажу, что вот, например, у тех же Вайлдов... Свои! Пришла, пришла лодка с сетями. Она выходила как-то с правой стороны из-за этого... О-о-о-о! А, да, есть выход. Ну, а я тебе прошел. Вот это первое... Это вот... Только заговорили, слушай. Так эта лодка, она вышла, она увидела их. Посмотрели... И там еще один далеко, метров 400, наверное. И ушла. То есть они не стали ставить там сети. Кстати, то же самое было и у арабов. Посмотрели. Нет, ушли на жар. То есть не стали ставить. А здесь они остановились. Он крутил, крутил, кружил, 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 кружил. Оп такой. И на точке остановился у нас. Ну, чувак, двигайся чуть-чуть хотя бы. Да, вот так вот именно. Увидел вы холот? Очень холот у него есть. Вообще крутой. И резко прям в точку. Бум! Якорь. Ну, попросили его, пожалуйста, чуть-чуть подвинь справа. Он подвинует. Не, ну, смотри. Вот ты знаешь, вот не знаю почему, но вот эти дни, по крайней мере, те, с кем я столкнулись вот с рыбаками, реально никто не стал лезть в бутылку из них. Ну, и вот делать типа, а ты кто такой? Хочу и ставлю. Нормально? Ну, в курсе, да, в курсе. Да, они всегда были в курсе. Ладно, короче, всем, кто смотрел. Всем спасибо. Желайте команде вам лайки там. Павелчикам спасибо. Не забывайте подписываться на канал. Да, следите за нашими новостями. Следующий эфир у нас будет буквально через пару минут из сектора номер 4. Жене, детям, привет! Родителям, мам, папа, но они смотрят. Ну, они могут это увидеть, а, ну, они в записи увидят. А, может, и увидят, кстати, мама иногда пасет. Моя тоже, когда она сейчас смотрит. Это время тихого сна, тихого часа, что-то такое. Ну, хорошо, ладно, всем, кто смотрел. Да, всем не хвоста, мы пока боремся. Не списывайте с нас, пожалуйста, с нас со счетов. Смотрите, я понимаю, что это проблема. Не можно делать эти сна в двух сторонах. Это будет взять два часа больше времени. Да, это правда. Если у тебя есть вопрос, ты скажешь. Да, ты скажешь, ты скажешь. Нет, он говорит, что в любом случае, что-то неправильно. Ты всегда хочешь увидеть это, даже если ты не понимаешь ничего. Но, конечно, когда я пришел к кубочке, когда я не говорю русский, я говорю там в английском, и вы понимаете что-то, 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 что-то. И, в результате того, как я сказал, что-то, 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 что-то. Я снимаю все субстрибные наши субстрибные, и я помню их, я снимаю кетовую на языке, и я так всегда хотел бы, чтобы мазать это, и читать, и понять, о чем я говорил. Да. Это все. Нет, 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 нет. Вау шуми, и мое хат, и все нормально. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»